Всем привет! Всех с наступившим Новым Годом! Наконец-то закончились все праздники, все Новые Годы, все Рождества, и мы уже в середине января, в разгаре люто-люто зимы. И хотелось бы поделиться цветением вот этого аленького цветочка, он действительно алого цвета, прям как из сказки. Это котлея Love Castle, можно так сказать, замок любви, любовный замок. Это котлея, это на самом деле Софра, Лаэлия, котлея, так как в ней намешаны и Сафронитис, и Лаэлия, и котлея. Но так как сейчас, как мы знаем, и Сафронитис, и Лаэлия, всех перенесли в группу котлей, так что очень просто котлея. Это растение небольшого размера, очень маленькое, некрупное, но цветки размера почти что сам растение. Оно у меня уже третий год, но вот в первый раз оно дало как бы такое пышное цветение, в четыре цветка, максимум было три. У этой котлея очень-очень необычный цвет, его так тяжело передать, так как на самом деле он пурпурно-алый, переходит в красный. Она цветла у меня два раза в год, весной и осенью, и вот сейчас я даже не могу сказать какое-то цветение, то ли это осеннее, то ли это было весеннее, но очень плодовитое она цветение котлея. Она у меня получена была в мхе, с азиатского поставщика, не помню, и я ее также со мхом просто перевалил, посадил, давал немножко мха в такую импровизированную корзинку. Любит она быть влажной, в принципе, как нормальная котлея, только немножечко, чуть-чуть я ее держу более влажной. Цветет она без периода покоя, вырастает бульба, и сразу видно, что там нет у нее чехлов, сразу есть там бутончики, и бутончики продолжают свой рост и в конце расцветают. Цветки очень кукольные, очень классные. На губе есть такая немножечко желтизна в середине горловины губы, а окончание самой губы просто вишнево-вишнево-кровавого такого цвета. На солнце, конечно, тяжело и на фотографии, и на камере передать все эти цвета, но я думаю, что более-менее камера передает реально ее цвет, так как вот именно вот эта вот окантовочка бахромная, она просто вот алого такого цвета. Вот такой вот аленький цветочек, имеет такой легкий, слабый, приятный аромат в середине зимы. Всем спасибо за просмотр, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok